Привет, девчонки! А сейчас по запросу от Тани расскажу вам Таня Ченнел, по-моему, ник, могу ошибаться. Она спрашивала меня рассказать именно про сладости, которые я ела, альтернативы другим жирным сладостям и лакомствам в процессе похудения. Танечка, я хочу сказать, что я именно ограничивала себя, наверное, в сладком сахаре какое-то первое время, когда начался процесс похудения. Но, тем не менее, совсем я от них отказаться не могла, потому что жуткая сластена. Сахар в чистом виде, наверное, у меня ушел. То есть я старалась. Чай без сахара я пью уже давно. Но кофе я в сахар никогда не добавляю. Обычно это чайная ложечка сгущенного молока. Но и то на это время я отказалась от кофе. Потом вернула его в свой рацион. И то я пью его крайне редко, может быть, один-два раза в неделю. То есть не чаще, не любитель я, не кофеман. Чай мне нравится гораздо больше. Но я его никогда не пью с сахаром, потому что для меня остается неприятное послевкусие вот этого сладкого чая. Не люблю. Вот. Значит, что я ела? Я ела мед. Понемногу. Старалась брать его не целую ложку, а на кончике чайной ложки. И вот чай как бы в прикосочку с этим медом. Какие еще сладости делала? Я запекала яблоки, запекала их в духовке или в микроволновке. То есть они становились уже гораздо более сладкими. Слегка я их могла там покапать медиком, корицы. То есть это очень вкусное такое лакомство. А потом я начала есть сухофрукты. До этого я их не особо любила. Вот. А здесь, когда очень хотелось чего-то сладенького, я ела сухофрукты. Курагу, изюм, чернослив и финики. Финики не больше пяти штук за раз. То есть вот чай могла попить с финиками. Четыре-пять штучек и просто очень хорошо было. Опять же, можно позволить себе низкожирные сладости или совершенно в которых нет жира. Это пастила, зефир, мармелад. То есть вот эти вот сладости, в которых абсолютно нет жира. И еще, еще я молочный шоколад заменила на горький. То есть когда мы едим молочный шоколад, там в основном это молоко и огромное количество сахара. То есть как такового какао, порошка какао там, вот его нет. Мы наслаждаемся именно сладким каким-то вкусом. А когда мы едим горький шоколад, мы именно ощущаем, смакуем вот этот вот вкус какао-бобов. И сложно, если кто-то любит молочный шоколад, сложно вначале перейти на горький. Но горького много не съешь именно потому, что с высоким процентом содержания какао-бобов, не менее 50, потому что меньше смысла нет. Там тоже один сахар. Я ела именно 70, 75 и 80 процентов какао-бобов. Очень классный шоколад. Много его не съешь, но именно наслаждаешься вкусом шоколада. И это очень здорово. Причем мы сами знаем, что шоколад, он тоже полезный. И есть-то его иногда нужно. И делала я собственную выпечку, если мне очень хотелось. Начала заменять масло творогом. То есть я и до сих пор я урезаю количество, порцию масла и добавляю туда творог, либо чернослив. То есть такие хитрости, чтобы уменьшить именно жирность. Но пластичность теста при этом остается. И до сих пор я очень люблю готовить именно из творожного теста и пироги, и имеется в виду не пирожки, которые в духовке напечем, а именно пироги, которые потом нарезаем на кусочки. То есть такие большие пироги. Вот, часто использую не песочное целиком тесто, а именно вот песочное. То есть вместо пачки я кладу 100 грамм масла. И остаток я жирность как бы снижаю за счет того, что я разбавляю все это еще обезжиренным творогом. Но творог я при этом беру не крупинчатый, а такой мягкий творог, чтобы не было лишних вот этих вот крупинок. Потому что очень потом будет, не очень приятно это будет есть, скажем так, потому что крупинки эти будут мешаться нам в процессе приема пищи. Вот. И в общем-то ничего сложного в этом не было, ничего я такого особенного не делала. До сих пор я в шкафу держу и мармелад, и пастилу, и зефир. То есть вот зефир не в шоколаде, а именно просто ванильный, либо там крем-брюле, либо с какими-то другими фруктовыми добавками. Потому что углеводы, они откладываются в жир только при огромном разовом поступлении в организм. То есть да, нужно съесть 3 килограмма яблок за раз, либо же 400 грамм зефира. То есть вот при таком огромном количестве углеводов, которые одномоментно поступают к нам в организм, тогда да, тогда они начинают там трансформироваться в жиры. Вот, а когда вы съедаете это немного, и причем не просто заменяете сладостями прием пищи, а после основного приема пищи, как лакомитесь ими, да, пьете чай с этими сладостями, то в принципе от такого, что они отложатся в жир моментально, такого нет. Потому что вы поддерживаете принцип рационального балл жирного питания, и я надеюсь, что много двигаетесь. И поэтому такие небольшие поблажечки в виде лакомств, ничего какой-то такой, да, особой погоды не сделают. То есть похудение не нарушит, не ухудшит. Но, естественно, оно будет менее таким выраженным, но при этом будет очень комфортным и приятным. Потому что если совсем все убрать, то жизнь будет скучной. Ну, скучной будет жизнь, но честное слово. То есть я не поддерживаю всех тех, кто говорят, что нужно отказаться от сладости раз и навсегда, но нет такого. Я тоже давала себе такой обед, что я не буду есть картофель. Я не ела два года. И что в итоге она вернулась ко мне на стол. Сначала в огромном количестве. А потом, когда я поняла, что я себя в этом не ограничиваю, я стала есть ее очень даже рационально, понемногу. И она абсолютно не мешает мне худеть. Она картошка. Или он картофель. То есть вот так. Лакомитесь, девчонки. Но знайте меру. И знайте, чем лакомиться. Старайтесь не употреблять сахар в чистом виде. Еще я скажу, что я не использую какие-то сахарозаменители. Одно время я пыталась вырастить натуральный сахарозаменитель. Стевия, трава такая. Я думаю, что вы все с ней знакомы. Но как-то не очень она мне понравилась. Пыталась я с ней варенье варить. И так ее жевать. Но напоминает она мне корень солодки. Корень солодки как-то с детства у меня такое отвращение к нему идет. Именно к микстуре от кашля. И поэтому не смогла я есть эту стевию. И считаю, что просто нужно посильное ограничение сахаров. И можно есть обычный сахар, добавлять его в выпечку иногда, варить с ним варенье. Но стараться в чистом виде не есть. То есть там сахар не класть. Либо если вы совсем не можете, то снижайте просто его количество постепенно. То есть вместо 3-2 ложки сахара в чай. Через какое-то время, когда привыкли к этому, переходите полторы. И потом одно. Поверьте, через какое-то время, через месяц, через два, вы уже просто-напросто не сможете пить чай с 3 ложками сахара. Вам будет казаться, что это жутко сладко. И какие-то химические заменители сахара, сахарозаменители я не использую. Потому что можно нанести своему организму огромный неправимый вред. То есть много я читала об этом, что все они практически канцерогенные. И не стоит ими злоупотреблять. То есть я никогда не использую эти таблетки какие-то в чай, в кофе добавлять. Нет, никогда. То есть лучше все это. Я не знаю, много существует взглядов. Некоторые врачи, диетологи даже говорят, что нужно использовать сахарозаменители. Но как-то лично я, я считаю, что для себя я в общем-то решила, что я никогда их не буду использовать. Но там это уже личное дело каждого. То есть я не могу никому навязывать свое мнение. Вот. Как-то вот так, такое небольшое коротенькое видео про сладости. Думаю, что я ответила на все ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. Всем пока. До новых встреч.